Главным мерилом Евразийского экономического союза является экономическая интеграция. Об этом заявил Касым Жамартукаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. В столицу России президент Казахстана прибыл накануне и выступил с рядом заявлений, которые касались настоящего и будущего ЕС. Даля Насипова следила за встречей на высшем уровне. Евразийская интеграция в многополярном мире под таким названием в столице России проходит экономический форум. Выступление президента Казахстана на пленарном заседании акцентировано именно на экономических аспектах. Ведь укрепление благосостояния стран Евразийского экономического союза путем развития производства, логистики и создания новых рабочих мест – главная цель, объединяющая государство. При этом он отметил большое количество барьеров, многие из которых до сих пор не устранены. Думаю, что сейчас ни время и ни место перечислять многочисленные факты регулярно возникающих, по-прежнему регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но в принципе возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации нашего союза. Президент Казахстана убежден, что помимо физической инфраструктуры нужно развивать цифровизацию и упрощать таможенное администрирование в странах ЕС. Активно сотрудничать с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом и другими странами. При этом сконцентрироваться на доведении до конца всех базовых задач, стоящих сегодня перед организацией. И приложить максимум усилий, чтобы заработало всё, что запланировали ранее. Ключевым элементом была и остаётся полномасштабная реализация договора о союзе. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырёх свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учёт национальных интересов. Сегодня пройдёт основная часть двухдневного форума. В нём примут участие более двух с половиной тысяч экспертов, среди которых бизнесмены, работники госструктур и представители международных организаций. Даля Насипова, Дания Румар, Бутагоска, Ирбекова, телеканал Алматы, Астана.